всем привет вот решил купить себе лазерный модуль 880 мм 500 милливатт и это его обзор поехали мусора было много вот так упакованный там коробочка такая надписи нету внутри тоже пусто вот сам модуль там ни хрена не видно еще гадский поезд прошел который мешает запись ну чё пока я споку надеюсь надеюсь пройдет вот он сам модуль драйвер к нему и сама вот поближе как-то конечно ну да сюда включается лазерный диод сюда и вот самое то есть вентилятор так он выглядит конечно сразу не отходя от кассы откручу линзу потому что ни один засранец на нашем алиэкспрессе этого не показывает что-то внутри вот он там диодик диодик 5 миллиметров вот линза у него такая стоит честно говорю не знаю пластмассовая пластмассовая но очень прям похоже на пластмассовую так ладно конечно мы тоже открутим как же без этого зараза интересно что там такое что за линза стоит очень похоже конечно стеклянную вот особенно с этой стороны и отблеск все такое ну в общем фиг его знает там конечно какая-то приточка ну то есть до конца закручивается во весь объектив по всему объективу она конечно не ходит от ринза то есть если закрутил закрутил все уже она просто впритык вставит основной фокус регулируется вот этой резьбой уже большой а не маленькой то есть маленькой резьбой внутри объектива нельзя регулировать это конечно плохо ну чё ж едем дальше сейчас я разберу сам модуль хотя сделаем по-нормальному сначала я покажу как он работает а то вдруг он зараза не работает еще выжигает прожигает и можно ликать этим кристалл зеленого лазера лазерных указов благо сейчас много использовать будут блок питания от лазера проектора можно использовать любой на 12 вольт драйвер из не особо прихотливый сейчас стали довольно хорошо стабилизирует ток так где у нас плюс стоит плюс да вот это у нас плюс будет хрен узнает может конечно ничего не будет там все таки вроде как должен диодный мост стоит попробуем включим здесь плюс где минус наверное все таки да с этой стороны плюс подписанный вот это то есть питание а вот этот это тотал модуляция то есть плюс 5 вольт без 5 вольт горит горит за убирать 5 вольт не горит ну либо он начал при замыкании работать ну ладно это все фигня мне он не для этого мне на чтобы он постоянно горел моих целях да ведь это раскрутился конечно его нифига не видно потому как инфракрасный маленькая маленькая точка греет я попробуем выжечь что-нибудь вот выжигает довольно таки быстро потому что по черному вот он выжигает ладно сейчас я застру камеру но покажу вам как он светит уже один фиг скоро я на помойку ладно сейчас еще объектив крушу покажу как так работает про жеектор будет горит он светил конечно красненьким едва видно ну сейчас я его сфокусирую и мы попробуем да ну давайте давайте еще немного покажу вам как он вообще выжигает чтобы хотя бы люди не наверное люди любящие погравировать вот белый лист белый лист что-то они не особо хотят брать просто не хочет как и все инфракрасный лазер естественно очень сильно расходится вот еще раз показываю то что да гравирует теперь переменный резистор здесь залитый лаком якобы он работает на всю модуль ну чё ж теперь попробуем сделать зеленый лазер из него сейчас я покажу попробую качать кристалл зеленого лазера вот у меня их несколько это кристалл 500 милливатт зеленого лазера от мощной указки вот он так выглядит сама болдовина естественно здоровая вот этот от указки 1 милливатт от зеленого лазера тоже от китайской склейка это от указки 300 милливатт наш всеми любимый лазер 303 которая светит ярко зеленого немного и естественно живет он почему-то недолго у всех у меня было несколько указок всем почему-то прожили недолго особенно если их ставят в лазерные проекторы ну и чтоб они постоянно в комнате сидят ну чё ж попробуем накачать кристалл 500 милливатт сейчас мы нальем точку решил на вас побалоть раз не видела и решил не снимать камерой 3 мегапикселя снять все-таки телефон на кальчику зеленого лазера да кстати вот он так светит вам конечно лучше будет видно уже светил немного красненький вот если свет включить камера увидеть как красным как красный и человеческий глаз в принципе тоже на самом деле 808 на метров он невидимый спектр но так как диоды но не настолько прям качественные они все-таки излучают небольшую часть видимого красного спектра ну чё же давайте пробуем первый лазер у нас 303 идет попробуем его накачать лазером 500 милливатт конечно не все так просто это самое надо найти определенный угол ну в принципе зеленую точку на экране увидели который у меня светит проектор теперь 1 милливатт 532 нанометра тоже указки за 100 рублей за 150 с нашего любимого алика сразу говорит надо попадать в кристалл надо попадать очень точно чтобы получить зеленый лазер нормальной выходной мощности и естественно не с такой оптикой который стоит в этом лазерном модуле с ним нормально стабильную мощность не получишь ну я думаю увидели то что . мигнуло конечно яркости такой мы сейчас не увидим но конечно хотите очень очень постараться да можно найти угол то тут тот хороший угол, который выставлен в указках, в лазерных модулях для накачки кристалла. Ну, теперь кристалл 500 мВт. Указки GT500 532 нм. Самый большой. Ну, уже менее прихотливый, потому что здесь он побольше, 2 мм, в него попасть гораздо легче, ежели вот в эти. Эти, они прям очень маленькие. С иголкой вот это особенно. Да, тут побольше. Здесь, конечно, показывал. Вот видите, местами даже очень ярко получается. Мондуль вообще не нагрелся. Белый, конечно, он не прожигает нифига. Зато хорошо прожигать черное. Вот, он работает. Да, да. Кстати, 808 нм высокой мостики. Волосы с бороды с ног удаляет. Ну, в больнице, естественно. В таком модуль, конечно, стоит 1060. Или дали лентуировок, родинах и прочие шляпы. С тела. Вот он так светит. А это всего лишь 500 мВт. Там аж 60 Вт для того, чтобы избавиться от ненужного говна на теле. Ну, я про роленьки не вижу. Роленьки, татуировки. Так, ну чё ж. Дальше видео с камеры продолжится. Так. В принципе, теперь давай его разберём. Сейчас я его выключу. Посмотрим, что там внутри. Сам замодуль такой. Зараза не... Ну, ладно. Сейчас, ксения, давайте сразу переключим. Питание тоже вложим. Надо нафиг сразу убрать. Теперь давайте его разберём. Разберём. Не подходит отвертка. Ладно, фиг. Фикс-прайсовские отвертки работают. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не, интересно было... Интересный был сам корпус. Ну, чтобы там в него что-нибудь другое воткнуть, например, от DVD-шника, того же, это самое, 150 нм. Лазерный диод. Ну, или, конечно, сделать зелёный лазерный модуль. Для лазерного проектора, скажем так. Чтобы можно было раскрыть лазерный проектор. Потому что, кристаллики у меня есть. Не знаю, конечно, сколько они качественные. Так, ну чё ж. Внутри видим, конечно, вот такую фигню. Ничего не понятно чего. Так, ищем здесь... Болтик-звёздочку. Где-то он находится вот здесь. Да. Я его нагрёб. Выворачиваем его. Лазер, конечно, придётся отрубить. Не забыть бы, блин, где он стоял. Будем надеяться, что не забудем. А то его, нафиг, спалю. Вот, внутри выглядит вся эта фигня вот так. А, ну да. Показывал, не показывал. Давайте ещё. На каких-то ногами всё, блин. По-любому, на каких-то ногами, наверное. Вот же, ладно. Хик бы с ним. Теперь, надо его открутить, разобрать. Смотреть, какое там посадочное место. А вот, открутиться он ни хрена не захотел. Засранец. Попробуем его нашими любимыми пассатижами. И они тоже у меня открутятся. Поэтому, сейчас я возьму другие. И, будем уже, мало-помалу, ломать двумя. Эту, тонкую. Ну, вот, я его сорвал с места. Так, момент. Чтобы все видели. Ну. Вот он, дионтик. Вот он, посадочное место для него. Модуль подойдёт под 650 нм. Дивидюшник сюда можно откнуть. Вот он, такой диодик. Многомодовый, не многомодовый. Дуплевом многомодовый. Так. Место посадочное. Вот. Ну, вот сам коллиниматор довольно-таки хороший. Можно заодно, конечно, покупать. Прям, как в литой. Ну, блин, не как в литой. Синит. Так, ну чё ж. Вроде всё показалось самое. Кому чё не понятно, пишите в комментах. Время от времени читаю. Как, естественно, захожу на канал. Чё ж, всем пока.